Добрый день подписчики штаба Татар и штаба татарской молодежи. Мы находимся в легендарном, прекрасном Казанском федеральном университете в Институте международных отношений на форуме «Ислам в мультикультурном мире». Здесь столько интересных рассказчиков, уникальных совершенно специалистов по востоковедению, по исламоведению, по экономике ислама, по традициям, культуре, языку и татарскому, и арабскому, и всем остальным. И сегодня у нас появилась возможность поговорить, задать буквально 2-3 вопроса человеку, эксперту по исламу, по традициям и исламской культуре, и восточным языкам с Ленаром Наилевичем Латыповым. Это советник по внешним связям, советник декана, советник ректора Казанского федерального университета по внешним связям, и, конечно же, профессор, профессор кафедры восточных языков и культур. Ленар Алиевич, здравствуйте! Меня зовут Ленар Гадель, я татарка, знаю татарский язык как свой родной. Да, конечно же, многие языки восточные в чем-то схожи с татарским языком. Вы занимаетесь именно языками или больше у вас к культуре и традициям научная деятельность относится? Ну, я занимаюсь экзистенциальной философией ислама. Экзистенциальной философией ислама. Это такой необычный подход, это я беру инструментальные экзистенциальные философии, Сартра, Хайдеггера, скажем, да. То есть это философия? Да, и я пытаюсь Хоран Аль-Карим, дискусс коранический, проанализировать с точки зрения экзистенциальной философии. Что это значит? То есть, может ли Коран, ученик Корана, если ты его познаешь, обеспечить тебе счастливую жизнь? И ответ, может? Да. Спросите меня, вот я верю в Аллаху? Вы верите в Аллаху? Нет. Я знаю. Прекрасный ответ. Понимаете, я знаю. То есть я знаю на сто процентов, что есть Всевышний и есть Всевышняя Сила. К этому я пришел через знание. Вот я сказал, уже процитировал свое выступление, аят из Корана, в Ахуэр, Адизии и Эльман. Только одно прошу тебя, Господи, дай мне знание. Потому что знание, и вот понимаете, атеисты, они ведь отрицают Бога, Которого они не знают. Они даже не знают, что они отрицают. Ну вот нет Бога, и все. А ты мне скажи, что такое Бог. Он тебе не скажет. Такаши, да. Нет, он не скажет, что такое Бог. Что такое Аллах, да? Аллах – это по-арабски Бог, Всевышний. Ну мы Всевышний говорим. Вот, поэтому вот я занимаюсь изучением Корана с точки зрения, вот может ли Коран сделать человека счастливым? Может ли благодаря кораническому дискурсу человек обрести смысл жизни? Узнать, в чем его предназначение. У каждого, согласно Корану, у травинки, у муравья, у пчелы. Целый этот есть сурат, пчелы называется. Ну вот, учу каждого человека, есть свое предназначение в этом мире, и это и есть его смысл в жизни. Вот я сейчас лекцию не буду вам читать, вот, собственно, я вот занимаюсь вот этим. Но это такой, это наш чисто джедедитский подход. Вы, значит, джедедизм, это Исмаил Б. Гаспринский, больше 150 лет назад было направление в исламе, инициировано, как? Познание Всевышнего через разум, через знания. Не путем, там, я очень уважаю намазы, не путем, там, слушая ритуалов или догматики. Как путем, значит, рационально. Вот, собственно, Казанское унистет, как светское учреждение, вот как раз вот в этой синергии большой, что такое слава, тут и ритуалы, и догма, тут и благотворительность, тут масса всего, да, это все. Но здесь и осмысление ислама с точки зрения рациональности.